Сегодня тема предельно простая, но и полезная. Зачем и как создать аккаунт в браузере? Кажется, что это как-то само собой и что про это говорить. Но вот смотрю я на любимую и на то, как она общается с сетью и понимаю, что нет. Не само собой. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Собственно, в первую очередь мы поговорим о браузере Google Chrome, но в целом все везде примерно одинаково. Непосредственно в Chrome не нужно путать аккаунт в браузере с вашим аккаунтом Google. Хотя, конечно же, они связаны, как и вся экосистема Google. Вот это, собственно, ваши Google аккаунты. Это недавнее нововведение Chrome. Но при этом синхронизация тут не включена. Мы не вошли сейчас в аккаунт в браузере, но при этом вошли в Google аккаунт. Можно включить синхронизацию здесь, либо в настройках. Вообще по настройкам я бы вам советовал походить. Тут есть ряд полезных галочек и, в отличие от других браузеров, их тут не так много. Ну и, собственно, включаем синхронизацию. Так как мы вошли в Google аккаунт, никаких дополнительных паролей вводить не нужно. Можно заглянуть в настройки, например, выбрать какие данные синхронизировать. Существует двоякое отношение к хранению паролей в браузере. Я специально консультировался со специалистом по цифровой безопасности на этот счет, и резюме такое. Пока лучше не нужно. Пользуйтесь менеджерами паролей, например Bitwarden. Ссылка в описании. Тем более, что это не менее удобно, чем пароли в браузере. Ну и все. Синхронизация пошла, и сейчас вы увидите, что происходит, когда вы синхронизируете аккаунт в браузере. Он загружает все плагины, которые у вас тут были установлены. А также все закладки и настройки браузера. На закладки, кстати, не смотрите, вообще я работаю в Вивальде и тут все крайне устаревшее. Все. Браузер синхронизирован и теперь любые действия, например, с закладками на этом компьютере, будут дублироваться во всех браузерах, на всех компьютерах, в которых вы также синхронизируетесь с этим аккаунтом. Ну и смысл именно в этом. Где бы вы ни оказались, вы синхронизируетесь и работаете, как будто сидите дома. Все привычно, все под рукой. Главное не забыть, если вы работаете не из дома, выйти из аккаунта вот таким вот образом. Отключить и удалить всю историю. Все. Чистый браузер, аккаунт полностью выпилился. Это мой второй аккаунт, он остался от того основного меня, как будто тут и не сидело. Ну и непосредственно в Google для того, чтобы синхронизироваться, нужно сначала войти в Google аккаунт и тут же при входе можно включить синхронизацию. С Google все. Еще раз не путайте вот это синхронизация браузера, а это синхронизация в аккаунте Google. Если работаете с чужого компьютера, выходить нужно из синхронизации в браузере. Поскольку если выйдете просто из Google аккаунта в браузере, останутся ваши закладки, истории посещения и так далее. Так, теперь от Chrome перейдем в Vivaldi. Я почему-то полюбил Vivaldi в последнее время и работаю в нем. В нем как раз уже нет этих заморочек. С аккаунт такой, аккаунт сякой. Тут есть только аккаунт в браузере. Ну собственно классический, как во всех остальных браузерах. Кроме Chrome. Ну и Яндекс. Ну и Майкрософт. Итак, также информация об аккаунте есть здесь и в настройках. Ну или точнее отсюда можно перейти в настройки. А в настройках это здесь. Тут я уже синхронизирован, но понятно, что тут вы говорите создать аккаунт, придумываете логин паролей и собственно все. Тут еще есть такая штука, но я ей не пользуюсь. У меня есть мастер пароль, я его храню в менеджере паролей и знаю, что не потеряю. Но в принципе штука такая есть. Используется для восстановления пароля и теоретически можете ее тоже куда-то сохранить. Но я бы не советовал. Также выходим. Сейчас я про это расскажу, но в принципе вот так у вас будет выглядеть. Нажимаете на создать учетную запись. Создаете. А у нас тут возникает следующая проблема. При том, что мы вышли из учетной записи. Во-первых, он сохранил все закладки и тому подобное. А во-вторых, он еще и пароль сохранил в кэше. Ну то есть как вышли, так и зашли. Поэтому в случае с Вивальди выходить из аккаунта нужно не здесь в синхронизации, а вот здесь, в управлении пользователями. Ткнули на пользователя и удалили пользователя. Все. Девственно чистый браузер, как будто никто не пользовался. Хотите вернуть все как было? Заходите, синхронизируйтесь. Оформление только не подтянул. Жалко. Если вы досмотрели до этого места, значит, у вас аккаунта в браузере не было. И теперь вам осталось не забыть, не отложить, а просто создать его. Сделайте это прямо сейчас и навсегда забудете про проблемы с переустановкой системы и потери всех закладок и настроек. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok